Мини-футбольная дружина «Газпромнефть» провела свои заключительные домашние игры этого сезона в зоне Западная Сибирь. В поединках с сургутским газмясом решалась судьба как золотых медалей, так и единственной путевки на всероссийский финал. Субботняя встреча началась с осторожного футбола. На третьей минуте матча Дмитрий Большаков вышел один на один с фратарем и открыл счет. После чего на площадке наступила длительная безголевая засуха. Чувствовалось, что игра идет до гола, которая может решить многое. К чести для местных болельщиков, в середине второго тайма Олег Зайков кинжальным ударом с близкого расстояния забивает второй гол. Вскоре газмяс красиво разыгрывает угловой и сокращает разрыв до минимума. Игра становится нервной, эмоции бьют через край. И чтобы остудить пыл, тюменские судьи показывают две красные карточки. Одну нашему Руслану Крец, вторую – сургутскому камерунцу. Но «Газпромнефть» в этот день была сильнее своих соперников. Ноябрьцы удачно проводят концовку встречи и уверенно побеждают 5-1. Задача у нас была сегодня обязательная в первой же игре решить всю эту проблему. Мы стали чемпионами области и, скорее всего, станем чемпионами Западной Сибири. Но еще хочу сказать, поддержка огромная наших зрителей. Зал был заполнен, негде было сесть. Это праздник. Я рад, что компания «Газпромнефть» делает праздник для нашего города. Повторная игра получилась для «Газпромнефти» неоднозначной. Чувствовалось, что задача минимум – выиграть одну игру – уже выполнена. И «Газмяс» воспользовался этим, дважды поразив ворота хозяев. Но ноябрьцы сумели вернуться в игру. Сначала Олег Зайков отыгрывает один мяч, а потом дважды забивает Дмитрий Большаков. И уже «Газпромнефть» впереди – 3-2. После перерыва игра шла практически без центра поля. Обилие атак, обилие голов, и когда до концовки встречи оставалась минута, на табло горели 5-5. Но, видимо, «Газмясу» победа была нужнее. Хозяева теряют мяч, быстрая атака гостей, небольшой пожар в нашей штрафной, и за 20 секунд до сирены «Газмяс» вырывает победу в этом матче – 6-5. Настрой был, конечно, такой же, как вчера. Но еще раз повторюсь, команда очень сильная. Проявили все свои бойцовские качества, выложились на 100%. Маленько не повезло, где-то не доработали в моментах. Но будем отрабатывать. Еще все впереди. Теперь у «Газпромнефти» 69 очков, у «Газмяса» 65. Впереди заключительный тур. «Газпромнефть» в ближайшие выходные отправляется в «Нефтьюганск», где проведет матчи с аутсайдером нашей подгруппы «Спартаком». Для того, чтобы официально оформить свое чемпионство, ноябрьцам необходимо выиграть хотя бы одну из двух игр. Кирилл Мигель, Артур Хабаневский, Григорий Курптев и Виталий Харченко. Новости нашего города.